Привет, зритель! Это дорога на Поповичи, если я не путаю. Как раз вот в ту сторону, параллельно дороге, как ехать на Хаминой-Степановой, как вот по той дороге, если заворачивать налево в сторону Омута, параллельно этой дороге, можно было раньше попасть там. Я сейчас подумала, когда я сюда доехала впервые, я так доехала на этом велике, оттуда, отсюда аж. Оказывается, Поповичи все-таки перед фермой. Я ферму не снимала, но если не забуду, может, сфоткаю ее на телефон, короче говоря, на смартфон. Туда дальше, к Шишкино. Сюда, короче, я думаю, может быть, уже в следующем году съезжу. У меня тут была поломка велосипеда, но наш добрый дедушка мне сделал, правда. Упрямый такой. Две заплатки его кокошил, и на третью уже на большую, хотя изначально дедушка была маленькая. Короче говоря, я сделал, мне все нормально. Цепь потянула, все в порядке. Я думаю, надо купить все-таки запас кокош, чтобы уж было так, на всякий случай, наверняка, про запас, чтобы в какой-нибудь текстильный случай раз и сразу убедить эту камеру. В общем, я думаю, туда съезжу, наверное, уже на следующий год, следующий сезон. Но если будет хороший сентябрь, то, может быть, и съезжу туда. Начинаю посоветоваться с родственниками. Может, там дорога какая-нибудь пролазная. Короче, вот так. Было бы круто, если бы кто-то сюда сообразил приехать, потому что, в принципе, у нас есть второй велосипед. Правда, до меня он слегка высокий. Я метр шестьдесят два с половиной, если кто-то там чуть повыше. Хотя кто-то и чуть пониже на нем может. Но мне как-то некомфортно сейчас на нем ездить. Последние лет так пятнадцать. Его можно поднакачать. Ну, при случае, если что, заклеить тому, что у дедушки есть заплатки, клей. И съездить вместе туда. Но, к сожалению, никто не едет. А подруга, которая собиралась, но ее потом затащила, прибила, скажем так, садом, прибила не в прямом смысле, садовыми работами, она наверняка, к сожалению, ездить не умеет. Кстати, вот я что заметила. Вторая Ирка, с которой я общаюсь за мою жизнь, вот так вот близко, как именно подруга. Правда, это у меня старше. Да, у меня было старше на три месяца. Ну, опустим, она такая Ирка. Хоть меня тогда и не окружала неправильная реальность, когда мы с ней стали общаться, но нехорошая Ирка. Короче говоря, одна Ирка тоже была у меня знакомая, которая на две недели, ну, в общей сумме, два раза по неделю приезжала в деревню в 2000 году. Она тоже не умела ездить на велике, к сожалению. Вот. Мне бы сюда няшную парню. Но няшная парня только спустя шесть лет дозрела для жития в городе типа моего. Я думаю, я даже боюсь представить, если мы с ним в реале однажды встретимся, если такое случится. Не, не к тому, что я там типа против или нет, но кого-то типа няшной парни мне бы сюда, с кем можно, допустим, за компанию на велике вот так досюда проехать, по всем этим дорогам. Конечно, круто и на машине, но машины у меня нет. Есть те, у кого есть машины знакомые, но они только собираются, а когда дело, так сразу стрём. В общем, поехала я дальше. Поздно собралась, сейчас уже где-то в четыре с чем-то, мне в шесть надо рамки. Я сначала думала в пять убрать. Ну, в принципе, как бы мне в шесть их надо убирать, по сути. Вчера я раньше убирала, но сегодня чуть попозже выставила, чем вчера. До темноты можно, в принципе, при желании всем убрать, но я еще хотела попробовать сама уже протопить печку. У меня два дня подряд тут тетя Таня топила ее, помогала. Вчера у нас хорошо растопилась. Я таки это сделал, зритель. Что-то у нас. Не мусорить. Парк села Желтино. Не рвать цветы, не рубить, не жечь костры. Я не знала, что тут такое. Короче, дорога идет в Желтино. И если верить легенде, там есть какой-то пчеловой, который овер дофига пчел. Его бабушка еще знала. Ну, короче говоря, как-то так. Жена то ли у него в городе живет, он там один занимается, то ли хрен знает. Ну, не будем. Легенды складить еще больше, чем есть. Короче, там есть деревня Желтино. И соседи, которые сейчас у нас живут, частяковые, ну, как бы, он-то изначально родился в Масеевском, если мне память не изменяет, это двоюродный брат тетя Таня, которая вот соседка моя, Калинкина. И, короче говоря, он, вот жена, по-моему, ну, уж не знаю как, ну, в общем, они изначально жили в Желтино, а потом приехали, вот женился он когда, приехали уже с детьми к нам в Масеевское. Чем я доехала до поворота на Желтино, и сейчас поеду домой, потому что мне в 6, я думала, что успею до 5, ну, и выйду пораньше. А выехала я в 4 с чем-то, в самом начале 5-го, короче, мне в 6 надо убирать рамки. По сути, в принципе, их в 6 и надо убирать, ну, в самое позднее, где-нибудь полседьмого. Я думаю, что, надеюсь, я доеду сейчас вот обратно, как раз к 6 домой. Ну, и действительно, это вполне реально, когда мне год назад Тетя сказала, что вот я пожаловала, что у меня там подружка еще работала тогда в Плосках, я все хотела доехать до Плосок, погулять на автобусе, она говорит, ну, дорогу сделай, тебе на велике проедешь. В этом году вот у меня все не получалось, а то жара, то дожди, то еще что-то. И я все-таки доехала до Шишкина, это вполне реально. Я думаю, если завтра погода позволит, время там, ну, вообще, все нормально сложится, то я выставлю рамки к пчелам последние. Там где-то, ну, в общем, ящик, как магазин. Магазин, это надставка на улей, та самая надставка на улей, которую можно подоить, и будет вам счастье. А гнездовые, они обычно внизу находятся, и это то, что принадлежит пчелам, которые, ну, не всегда дуют, медогонят, снимают мед. Короче, осталось где-то, ну, рамок 16, может. Потому что вот в этом ящике было изначально 14, там осталось 2, ну, и, наверное, в следующем рамок 14. В общем, мне осталось где-то на 2-3 ящика вынести. Это небольших ящиков, они такой, который, как квадратик, похож на... в саму надставку магазина. И я думаю, до Плосок доехать. Если я осилю дорогу до Плосок, то зайду в магазин, местный, Плосковский. Что я сначала думала в Прилуке гонять, но я думаю, что в Прилуке можно гонять и в другой день. Ролик залить. Тут 4G мне не попадалось. Мегафон практически вне связи. Билайн такой, слабая H+. Оно как бы есть, но вот в инсту фотка, которая с третьего раза за 2 дня все-таки загрузилась. Но думаю, что видео на 1 гигабайт это тут надо долго сидеть, чтобы оно закрутилось, всех Чеприлуке потом сгонять. И вот на поле хотела завтра доехать за Омутом. Ну, Комуту точнее. Но думаю, что можно Комуту и попозже. Потому что шиповник, я вчера заметила, он еще не созрел. А за чередой туда вот, как бы убить двух зайцев не получится сесть на 2 стула, раз шиповник не созрел. Но за чередой можно съездить, допустим, в субботу. В общем, я так доволена. Прикинь, зритель, тут есть китайка самосев. Я только сейчас ее вообще заметила, когда обратно ехала. Фух. Вот я ее даже куснула. У меня такая кисло-сладкая. Ну, на днях, короче, когда мне Верик где-то делал, соседка с ним и со мной обсуждали яблоки. Я узнала, что китайку еще рано собирать. Она как бы поздняя. У нас когда-то давно в саду была, на том месте, где потом была вишня, сейчас не знаю, что-то стоит, ближе к соседям Шишкиным китайка. Дедушка сажал. Но я уже не помню, как она чего. Но вроде как из нее вкусный компот. Ну, наверное, тоже варенье, короче. Соберу ее тут потом, если раньше меня кто-нибудь не успеет. И вроде где-то в Ашалаеве тоже где-то есть там китайка. А я туда только что планирую проехать, потому что дед говорил, что он туда на тракторе проезжал. Есть, ну, как бы хороший след. Не то, чтобы он супер хороший. Я вот проезжала когда сюда, но увидела, что там действительно можно на велике при желании проехать. вот. Не поверишь, зритель, все это рамки с сушью. И еще пять ящиков, которые никуда еще не расфигачивались. Они лежат, стоят, точнее, на крыльце. И тут еще ящик, нижний полный, и две рамки в верхнем. И кошка хочет чего-то нахулиганить. Местами. Кошка. Не надо трогать эту сумочку. Волшебную. Это я ногой задела, и вон. Не, ну вообще. Кошка. Алиска. Алиска. Не хулигань. Иди лучше он этот. Пососи пледик. Короче говоря, зритель, я тут печку растопила. У меня было 17 градусов. Потом стало 20. 21. А сейчас уже аж 24. Короче говоря, я сварила себе в кастрюльке, ну, взяла за мороженое мясо, обдала его водой, скипевшей из этого чайника. Колодежной. О, да, святая святых. Я, наверное, неравнее показывала этого. Вот теперь показала. Тут у нас колодечная вода, а там прудовая. Сейчас только пол ведра осталось прудовой водой. Короче говоря, взяла мясо куриное. Такое вот, как бывает там для шашлыка и чах. Чах-чаха били. Хрен знает, как упрот. Знаете, короче, для шашлыка куриное мясо. Взяла горсточку такую там мясика было. Кошке еще досталось, потому что мясика, ну, как-то так получилось, что когда я процедула бульон, у меня там кусочек мясика еще плавал. поставила это мясико в этот. Ну, сначала на дверцу холодильника положила из морозилки, потом думаю, что я могу его... Могу использовать печку и экономить электричество. Вот что она там делает, а? Вот ты что там делаешь? А зачем ты хороший пакет-то хреначишь? Алиса, хулиганка. Иди вон туда. Она думает, что это ее мама. Вот пусть еще думает, что это ее мама, чем хороший пакет прикачет. Короче говоря, я взяла это мясо, положила в кастрюльку, которую Зубовича специально сюда привезла, там обратно привезла. Потом заскипятила воды, залила этой водой, положила туда до того еще, как залила водой, специи карри. Посолила, вроде как. И фигаснула в печку, под крышку, вон ту белую. И она у меня 50 минут стояла, но она может раньше сготовилась, просто я как-то туда не ладила, потому что я в этот момент еще печку растапливала. Потом достала, мясо процедила, бульон, мясо разобрала, ну, у меня сейчас в холодильнике уже остудилась она сначала на окне, там полокна открыта, третье окна. Потом в сенях, а потом уже в холодильник убралось. Помыла я вот эту штучку, залила туда две трети бульона отцеженного. Треть бульона осталась вот здесь. Ну, сначала перелила в эту кастрюльку бульон, потом, значит, ну, и туда оставила, в сене, короче, поставила, потом думаю, блин, ну, мне кто-то сказал, что если оставить мясо с бульоном в кастрюльке здесь до утра, то оно может прокинуть. Ну, я туда потом думаю, а что же я могу сейчас это, у меня тут как бы, ну, в печке готовят, то все, да, вот здесь вода греется. Я оттуда вынимаю горячую воду, наливаю сюда, доливаю холодной, но смешивается по мою посуду. Ну, как бы так всегда обычно делали. Посуду кастрюля, точнее, уже черная, потому что однажды ее поставили без воды, ну, и вот, что с ней стало. Она живая. Короче, в общем, что, да, можно помыть, то, сё. Если кому-то хочется написать, можно помыть, зритель, приезжай сюда и помой, что. И если кто-то будет попобольнее говорить, что я вся такая тут злая, засунь себе это. Ну, да, я злая, что. Приезжай сюда, сделай меня доброй хренли. Короче, я потом думаю, что, можно же сделать нормальный обед. Потом у меня тут все только сосиски с салатиком. Салатик просто без сосисок, значит, и суп, и кашка на завтрак. Была кашка овсяная. Я ее поставила, думаю, ну, до утра доживет, а потом думаю, я понимаю, что как бы поесть хочу. Думаю, если мне утром, третья ночь будет опять с утра хреново, то я сейчас вот еще, пуэрчика с медом долбану. И тогда мне с утра не будет хреново. Ну, и я поставила сюда ее. Залила, короче, эту, ну, кашку я съела. В общем, на это место поставила вот эту штучку, кастрюльку уже вымытую. Сейчас тебе поближе пододвину. Засыпала туда гречки. Потом две трети бульона налила. И немножко разбавила водой. Ну, вот она. У меня гречка в мясном курином бульоне. Я сначала думала просто сделать гречки на воде. А потом думаю, у меня такой густой куриный бульон. В городе-то я бы его разделила и половину заморозила. А тут как бы, ну, смысла нет замораживать. А сюда я сделала супчик, который я уже делала. И фотку с этим супчиком, со сметанкой, я кидала в эту, в терегу свою. Вот опять хулиганит. И если ты не подписан на терегу, а некоторые её просто смотрят, ну, там можно, кстати, каментить, даже не подписываясь, то... Ну, ссылка есть в инфобоксе, короче. И потом я этот рецепт этого супчика зафигачу как-то пэт, потому что сначала я его делала на плитке. Вон на той. Электрической. А тут я решила экономить электричество. Ведь раньше люди, как электричества не было, готовили в печке. Хрен ли. Или те, у кого нет электричества, они готовили в печке. Или на газу. Но так как газа у нас нет, а есть электричество и печка, и в печке просто пропадает тепло. Хрен ли. Я какая-то такая дофига хозяйственная стала. Что я решила, что надо сварить этот супчик. Тут кабачок, зажарка на перетопленном сале, с вином, лук зелёный какой-то, может быть, парей. И мор... Не парей этот, как он там. Короче, зелёный лук, морковка, зажарка на этой, сделанная на сале, перетопленным с вином. Потом кабачок очищенный от шкурки, зёрнышек. А тут вот зёрнышек несколько сохнет. И чуть-чуть шиповника вчера собрала, но он как бы ещё не зрел, поэтому рано его собирать ещё. В сентябре соберу. Потом, что у нас тут? Семена чья в последнюю очередь положила. Сливочное масло. Вот этот бульон куриный. Да, я этого тоже на курином бульоне делала. Из того же набора, только вот там побольше мяса было. Или поменьше, уж не помню. Как-то, в общем, так. У меня там много просто выкипела и вот этого бульона, и в итоге я его разбавляла водой. По сути, примерно то же самое вышло. Кабачок, морковка, лучок, сливочное масло, семена чья, специи карри, но я их изначально добавляла уже вот когда варила это мясо. Подальше. Там потеплее будет. Ну и соль. И вот оно у меня до утра будет стоять. Конечно, я хотела зафоткать эту курицу ещё раньше, но как-то я забыла. Потом я думала зафоткать на телефон, а потом думала, что я могу на камеру записать. И на телефон не надо писать, можно просто записать на камеру. Тут у нас к тому же пятиканальный микрофон. На монтажке он выглядит как шестиканальный. Ну тут 5.1, а там двух. Там обычная стерео, а тут пятиканальный микрофон, который можно, конечно, переключать на стерео, но если мы пишем на камеру, то всё. Короче, вот такая я хозяйственная. Я за собой так удивилась. Я думаю, она даже вот это заметила, что ловлю халяву, где только невозможно. Ну, это, можно сказать, что халява же, да, тепло-то халявное. Так-то оно могло бы пропасть, чисто воду погрело бы и всё. Вчера я в печке делала овсянку. Ну, с вечера я её залила, там у меня овсянка молотая и сухое молоко. Скипятила воды, колодичной залила, это счастье, помешала и поставила. Которая та овсянка, которую я потом дохавала. Ну, она у меня слегка такая, жидковатая была, так как я до сих пор ещё не определилась, как понять, какими дровами лучше топить печку. И в чём плюс, что вот считается, что берёзовые, они хорошо разгараются, быстро печка затапливается, то есть всё. Ну, вот мне вчера соседка помогала с печкой, там растопила исключительно б-розовыми. Ну, может, там ещё сколько-то подкинуло, не совсем берёзовых. Ну, в общем, как-то оно, может, конечно, намного берёзовых фигачить, и тогда будет дофига так же тепло, но тут у тебя вот осиный, и осиная льха, у меня и берёза попадалась. В общем, тепла у меня от неё больше, чем когда вот просто берёзы. И каша не дошла. Ну, там не столько, может, много брёвен было, фиг знает. В общем, как я сказала, я не очень в курсе. Я ещё не разобралась, как тут это... Сколько надо брёвен? Ну, чё-то меня так прикололо, что у меня такой... Там часть разобранной кровати, видно. Меня чё-то так прикололо, что я смогла дрова достать, обо чём писала в Терегу, и что у меня так она быстро растопилась, буквально за 15 минут, практически с первой попытки. Ну, и это... Я чё-то так подкидываю, 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 подкидываю. И у меня раз так на 7 градусов прибавилось тепла. Кошкина еда. Да, вроде было одно время, была мисочка, но куда-то она в прошлом году делась. Так как у неё сейчас занято, вот там вторая мисочка, я ей на газетку положила, это перемене дорогущее, за 200 и с чем-то рублей, за пакет, за 300, даже за 400. Где какие. Антисибирская коллекция, короче говоря. У нас отключался свет на дурый суток в деревне, пока меня не было. Ещё как-то отключался, но и пельмени уже человеку непригодные. Можно только что сварить и кошке отдать. Она с радостью трескает. Сегодня у нас 25 августа. Я в воскресенье приехала сегодня. Короче, ещё четвёртый день, в принципе. Наверное, пока тебе зритель. А, да, зритель, я же там ещё и чайник грела, который сейчас на плите стоит, а я из города привезла свой литровый чайничек. И утром у меня как-то не получилось в печке разогреть его ни то ни сего. А вот сейчас я его конкретно так уже несколько раз ставила, и он доходил, наверное, там как-то покипывал. Вполне такая. Когда заливала чай, то он прям булькал. Не знаю, она у меня стала, мама её ещё нет. Потому что коты к ней перестали ходить, но зато её гоняет одна соседская кошка. Наглая шо вообще? Жирная наглая кошка, которая сама ловит мышей тоже. Но сегодня у неё пыталась мышь отобрать вообще. Вот реально, пришла в чужой дом, где ещё и мышь отбирает. Ну не сволочная, а. Я тут ночнушки. Так что, наверное, она иногда попадала в кадр. Вот тут у нас склад тапок. Теперь точно пока, зритель. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok